Приветствую, друзья, сердечно. Вот смотрите, раньше говорили Homo sapiens. У нас школа Homo futurus, человечности. Значит, Homo sapiens – человек разумный. Но вот оказывается, надо ещё, чтобы был человечный. Поэтому вот так получается. Слушайте, я сейчас делаю серию такую, вот этап у меня. Это белая ромашка, я буду дарить её всем почётным участникам нашей школы. Человек будущего Homo futurus, в скобках человечности. Я вот эту картину рисовал, тоже думал, что это белая ромашка. Оказывается, мне там в комментах написала девушка, что это не ромашка. Да, ну я забыл, как называется. Давай, напишите. Это первое. Второе. Я нарисовал ещё, значит, картину. И вот тут я написал много цветов, тут сделал. Посмотрите, как мне нравится. Мне очень нравится эта картина. Наряду с картиной, которая называется «Берегиня». Которая такая знаковая у нас картина. Видите? Берегиня какая, ну просто прелесть, прелесть. Я вот нарисовал вот такую. Да, ну в очках такую. И вся в цветах. И в правой руке, и в левой руке. Ну, посмотрите, какая дама. Как ещё добавить, что убавить. Давайте рекомендации, советы. Мы же в коллективном разуме обычно пишем. А это моё социальное изобретение, коллективный разум. Вот так. Вот так. Да, вот так. Нет, ну никак не получается. Столько картин уже, просто не знаю, как быть. Я их, конечно, самые лучшие картины соберу. Что я с ними сделаю, я потом вам расскажу. Потому что скоро они станут всем известны. Есть такая у меня идея, как это сделать. И есть у меня друг Александр Кромин, который поможет это сделать. Чтобы эти картины всем стали известны. Ну, вот, сейчас не об этом. Сейчас о главном. Я жду Острецова Игоря Николаевича, физико-ядерщика. И жду Владимира Аксёнова. Владимир Аксёнов, мой друг, многолетний. Это полвека, да, больше, 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 гораздо. Мы с ним общаемся. Врач был председателем КМО СССР. Вот в ЦК Комсомола, а рядом КМО, это Комитет молодёжных организаций международных. И он там был председателем. Потом он был зампредседателя Советского фонда культуры. Потом он ещё был первым директором, самым главным в СССР фонда Сороса. Он мне помог в своё время. Мы в Махачкале ещё были, а он в Москве, естественно. Он мне помог сделать мой центр саморегуляции человека, Homo Futurus назывался в Махачкале, много-много-много лет назад, аппаратуру там доставить. У меня была первая, ну тогда у меня видеокамера. Да, ну он очень мне много помогал. И вот как раз, поскольку потом он уже был зампредом Советского фонда культуры, потом он был, ну он вообще был там в парламентском собрании Союза Белоруссии и России. Какой-то такой ответственный работник, да. Да, ну удивительный человек, доброты неописуемый, человечный, человечный. И вот поэтому, поскольку у нас, я начал с человечности, что Homo sapiens, человек разумный, он и человечный. Вот не хватало нашей школы, человек будущего, Homo Futurus, чтобы это подчеркнуть. Одного разума недостаточно, потому что, в словах я имею в виду недостаточно, потому что разум предполагает автоматически изобретательность, сопереживательность, любовь, сотрудничество, предполагает одновременно человечность. Всё это единое качество. Я это специально сейчас об этом рассказываю. И творчество человека. Вот я пишу книги, помогаю людям, да, экстренную помощь оказываю, потому что у меня этот ключ, который мы создали, я его создал давно-давно в центре подготовки к космонавту, а потом и в электронной промышленности. Им пользуются для того, чтобы снижать зрительную усталость у операторов микросборки. А потом хирургии, микрохирургии Глазова, профессора Фёдорова мы дружили. Потом много где чего это делалось, потому что это всем оказалось нужным. Да, это очень важно, друзья. И очень важно, чтобы вы, как и я, а я личный пример, раскрывали свои творческие качества, свои способности развивали, независимо от того, приносит это сразу деньги или нет. Потому что это наша точка опоры. Что бы ни случилось, когда вы имеете любимое дело, вы имеете смысл в жизни. Поэтому я, например, ожидая Игоря Николаевича Слецова и Владимира Аксёнова, я как раз хочу с ними поговорить об этом, что я очень люблю также Чискент Михаи, величайшего психолога в мире, который придумал теорию поток. Посмотрите, кто не видел поток Чискент Михаи. Так он изучал людей после мировой войны, когда они выживали, потом, когда они выжили, кто из них, уже выжившие, уже ставшие на ноги, кто из них считает, что у него есть смысл в жизни. Да, оказался там какой-то процент, ну, по-моему, 30%, которые говорили, он их много лет, много лет с ними переписывался, которые говорили, что они имеют смысл в жизни. И он изучал, почему. Оказывается, они имели любимое дело. То есть они вот, когда уже встали на площадку, когда уже не надо было выживать, то другая часть людей старалась ещё дальше продолжать накапливать деньги, а у этих 30%, да, им было без разницы, сколько они там зарабатывают, потому что они уже тоже стоят на ногах, но доход их, вот, увеличится или не увеличится, их уже не так интересовал, потому что у них было любимое дело. И именно они считали себя счастливыми в том смысле, что у них есть смысл в жизни. А вот те, которые только на деньги продолжали работать, невзирая на свою твёрческую сущность, потому что человек попробует творец, а они там, ну, как-то жили и не чувствовали себя, что у них есть смысл в жизни. Потому что у них не было вот этой вот потребности раскрывать свои творческие качества и способности. Друзья, вы, наверное, поняли, о чём я говорю. Если не поняли, пишите в комментах, пишите в комментах вопросы. А вот я когда рассказал это Игорю Николаевичу, о чём мы будем говорить при нашей встрече, дай Бог, чтобы получилось, что и Аксёнов, и Игорь Николаевич, что мы вместе встретимся, и я ему расскажу про то, что я сейчас вам рассказал про Чексен Михаил. А когда я ему предварительно говорил, он мне сказал, когда я его спросил, уточняющий вопрос такой был, я его спросил, Игорь Николаевич, а как вы думаете, вот они встали все на ноги, часть стала иметь смысл в жизни, часть не стала иметь смысл в жизни, продолжают накапливать деньги и сильно зависят от дохода. Как вы думаете, он мне сказал. Ну ладно, вот что он мне сказал, мы поговорим, его услышать это поразительно будет. До встречи.